Я бы хотел сказать, что у нас вообще проблема с детскими площадками в городе Одессе, ну и в целом, наверное, в стране. Это касается не только детских, это спортивных площадок, это касается элементов благоустройств, ну и, конечно же, с парками и со скверами. Поэтому здесь принято, мне кажется, нужно говорить не только о том, что новые площадки, чем они отличаются, а о том, что они вообще появляются. По сути дела, почему? Потому что буквально даже на последнем аппаратном совещании я задал вопрос с понимающим обязанности господину Орловскому, есть ли у нас анализ ситуации в Одессе по детским и спортивным площадкам. Потому что я помню еще год назад, об этом говорилось очень часто, очень много. В итоге непонятно, какая ситуация. Кстати, итогом этого стал такой небольшой проект с Молодежным советом. Я встречался с ними на предмет того, чтобы мы силами Молодежного совета как раз и провели анализ по городу Одессы на предмет наличия и состояния детских и спортивных площадок. И Молодежному совету это очень понравилось. Теперь, если говорить о тех площадках, которые появляются в последнее время в городе Одессы, их появляется очень много. Появилось и в Греческом парке, и здесь, и в Стамбульском парке, и в некоторых других парках. Но этому, наверное, являются две, наверное, причины. Это реализация общественного бюджета, наверное, во многом. Немало площадок детских и спортивных появляется. Наверное же, и депутатский фонд, который тоже присутствует, составляет полтора миллиона гривен. И очень многие депутаты заказывают, останавливают площадки в зонах отдыха, внутридомовых, так сказать, территориях. В последнее время появилось еще некоторое количество площадок с инклюзивными элементами. Площадками, которые присутствуют элементы доступности для детей с теми или иными физическими ограничениями. В частности, на Таирово появилась площадка на улице Левитана, 101. Это в рамках депутатского фонда господина Новака, депутата. Порядка 280 квадратных метров. Площадка, которая имеет ряд инклюзивных элементов. Сейчас подходит к завершению еще одна площадка, тоже в рамках депутатского фонда госпожи Квасницкая, депутата. Это большая площадка на канатной 101. Причем это та площадка, которая, если помните, был небольшой такой скандал, когда сносили площадку на территории ТРЦ на улице Семофорной. И тогда ряд общественными деятелями, в том числе госпожи Квасницкой, было принято решение о переносе на канатную. Она выделила деньги из своего депутатского фонда. Сейчас тоже реализуется очень большой проект. Мне кажется, это порядка 960 квадратных метров. Появится большая площадка на территории Соборки. Старая площадка ей была порядка 12 лет. Она находилась уже в достаточно тяжелом состоянии. Она уже составляла даже определенную опасность для здоровья и жизни детей. Она была демонтирована. Эта площадка находилась на балансе Зелентреска и вся территория Соборки. Она будет установлена, я думаю, что, наверное, в какой-то другой части после приведения ее в порядок, потому что технически она, конечно, уже находится в неудовлетворительном состоянии. Это было реализовано и сейчас реализуется благодаря программе равенства. Это программа социального Одесского городского совета по инициативе членов комиссии, непосредственно одного из руководителей комиссии, госпожи Леонидовой. Я хочу сказать, что на сегодняшний момент в Одессе достаточно активно ведется работа по тому, чтобы в городе Одессе были приведены в порядок спортивные и детские площадки. Другое дело, мне кажется, начинать нужно все-таки, прежде всего, с анализа, для того, чтобы понять, что есть в городе Одессе. И вот хотел опять вернуться к проекту, который мы реализуем вместе с Молодежным советом, в том числе и благодаря МЭП-поддержке, мы планируем создать интерактивную карту на основе Google Map по непосредственному расположению всех детских и спортивных площадок, независимо от того, обладают они, допустим, инклюзивными элементами или нет, вообще все в городе Одессе на территории нашего города. Для того, чтобы, во-первых, прежде всего, одесситы увидели и поняли, где есть площадки, в каком они состоянии, причем будет возможность для самостоятельной независимой оценки самими жителями. Ну и, конечно же, хотелось бы привлечь внимание городские власти, ну и депутатский корпус на то, что у нас есть на сегодняшний момент в этом направлении. Появление подобных площадок, спортивных комплексов в городе Одессе, это является тоже определенным элементом в том, что дети чувствуют вкус европейской жизни в нашем городе, ну хотя бы в тех или иных зонах. Понятно, что, к сожалению, мы не можем это организовать везде, в каждом дворе или в каждой зеленой зоне. Ну, например, появление таких вот уже на Левитана, на Канатной, сейчас на Соборке, появятся еще детские площадки подобного плана и в Суворовском районе, являются показателем определенных изменений в этом направлении. Сколько стоит такая площадка и какие источники финансирования? Я рассказывал о том, что есть на сегодняшний момент несколько источников финансирования. Номер один – это депутатские фонды. То есть ряд депутатов я их перечислил, в частности, Новак, допустим, Квасницкая, есть еще ряд других депутатов, в общем, как бы, собственно говоря, их немало, которые выделили из-за счет своего депутатского фонда появление, установка таких площадок. Это бюджетные средства, мы все прекрасно понимаем, что депутатский фонд – это бюджетные средства, но в рамках этого полутора миллиона депутат может определять, на что эти деньги идут. Заказчиком является, как правило, либо департамент городского хозяйства, но если это зеленая зона, то иногда является коммунальное предприятие «Горзель-Индрест». Есть также ряд проектов, которые касаются реализации общественного бюджета. Если проанализировать последние годы по линии общественного бюджета, то ряд площадок таким образом появились в нашем городе. Будет, например, реализован в сквере обороны Одессы, это «Шестая фонтана», тоже очень интересный проект, но он, получается, будет реализован из двух, ну, собственно говоря, из бюджета города Одессы, но, будем говорить так, из депутатского фонда господина Брандека, и рядом по соседству будет реализовываться еще общественный бюджет. Это появится такой большой, красивый, интересный корабль с различными игровыми элементами, в том числе элементами инклюзивными, которые позволят детям с ограничениями чувствовать себя полноценно на этой детской площадке. Средняя стоимость, она различается, ну, допустим, если говорить о депутатском фонде «Новака», это составило порядка 490 или 480 тысяч гривен. Если говорить о канатной 101, это Квасницкая, там 790 тысяч гривен. Если говорить о Соборке, там самая большая площадка, там порядка 960 квадратных метров, там бюджет составляет где-то порядка около 1 миллион 100, может быть, чуть больше, около того. Вы ранее говорили о том, что у вас есть программа совместная с советом, молодежным советом, точнее. Мой вопрос такой. Когда вы решаете, где поставить площадку, вы ориентируетесь на запросы жителей или вы проводите какой-то, ну, срез, что ли, потому что, ну, чего греха таить? Перед выборами депутаты ставят площадки, шарики, музыка, все здорово, через месяц там играет один ребенок, все за жили. Смотрите, вы правильно говорите, очень часто у нас во время выборов появляется такой, знаете, активный процесс установки всего и вся. Я вообще сторонник для того, чтобы принимать какие-то шаги и вырабатывать какую-то стратегию, для того нужно вначале провести анализ. Я, собственно, инициативой пришел на заседание молодежного совета, предложил активным нашим молодым людям, ребятам, которые являются членами молодежного совета, провести такой анализ. Причем я даже, исходя из своих материальных финансовых возможностей, даже предложил частично и финансировать этот проект. Ну, безусловно, конечно же, не умаляя возможность общественной, так сказать, отдачи от членов молодежного совета. И мы определили, что в течение ближайших трех месяцев будет проведен такой анализ. И у нас появится, наконец-то, интерактивная карта, на которой мы видим, ну, по крайней мере, постараемся увидеть все площадки, все спортивные площадки детские, которые есть в городе Одессе. Что касается расположения и необходимости, это очень важный фактор. Безусловно, это нужно учитывать мнение жителей. Как правило, это происходит, как я вижу, там, где уже это было исторически, где люди привыкли, дети привыкли, об этом все знают. Безусловно, когда, например, принималось решение по установке площадки госпожой Квасницкой на 101 канатная, то до этого достаточно долго обсуждалось место дислокации с теми людьми, которые проживают в этом микрорайоне. Это место было согласовано, проводились встречи неоднократные. На некоторых из них присутствовал я, допустим. Что касается соборки, там площадка тоже была. Мои дети всегда ходили на эту площадку долгое время, и все привыкли к тому, что там находится эта площадка. То есть, по сути дела, определены те места, которые исторически привыкли одесситы и жители ближайшего микрорайона к расположению и дислокации данных детских площадок.